Привет, представься, пожалуйста. Привет, меня зовут Артем, я являюсь тренером команды Empire в дисциплине Valorant. Расскажи, как ты оказался в этом составе и в этой организации? С первых дней, как появился Valorant, у меня появился ключик. У меня сразу была команда, с которой мы пробовали играть. И по нынешнее время я занимаюсь тренерской деятельностью в Valorant, подбирал состав, искал игроков. Дальше пообщались с Нирваной, подумали, у меня как раз предыдущая команда, с которой я выступал, свое существование закончила. Не нашли дальше мотивацию, не было анонса не First Strike, а дальше не смогли, не захотели, скорее всего, играть, просто решили сделать перерыв. Пообщались с Нирваной и решили, что есть люди, которые могут собрать из себя сильный состав и представлять команду, организацию Empire в этой дисциплине. Хорошо, расскажи тогда о своей деятельности как тренера в составе. Чем ты занимаешься? На момент формирования команды моя обязанность была собрать весь опыт игроков в единое понимание того, что команда хочет, как она хочет играть, как она видит разыгровку атаки, как она видит перемещение и разыгровку в защите. Также адаптацию под мету, которая формируется. То есть я анализирую то, что делают европейские команды, то, что делают СНГ-шные команды. Мы один и под другой стиль стараемся адаптировать. На буткемпе во время официальных игр я собираю статистику о сопернике, выписываю какие-то основные моменты интересные, которые делает соперник и готовлю скорее команду к тому, с чем она столкнется в игре. Все, давай перейдем тогда к буткемпу, подошедшим уже к концу получается. Как он начинался? Как команда встретилась? Я так понимаю, что многие игроки видели друг друга в первый раз. Мы встречались на TeamTalk'е. Все кроме Дельвейса и Дельвейса мы увиделись в первый раз. Команда до этого только пересекалась. Вместе никто никогда не жил, не играл. Так что поэтому мы первый день, мы приехали 12-го, первая официальная игра у нас уже была 13-го числа. Мы 12-го числа только ближе к вечеру закончили подготовку всего оборудования, рабочих мест, чтобы ребята смогли играть. У нас у Пурпа дома около 120 фпс, здесь у него 240 герц монитор, 250 фпс, он адаптировался. Плюс еще к атмосфере на буткемпе, акклиматизацию в первой игре мы не прошли и поэтому первая игра для нас была очень сложной. Мы старались до конца играть, мы были готовы к соперникам и знали, что они делают. Но из-за того, что опять же очень тяжело прошли акклиматизацию и до конца ее на тот момент не прошли, мы проиграли первую игру официальную на второй день пребывания на буткемпе. Хорошо, тогда переходим сразу ко второй квалификации. Давай вот несколько игр было, давай их кратко проанализируем. Первая против Skyline была совсем простая. Да, мы к соперникам особо даже не готовились, потому что они у нашего капитана в личных сообщениях спрашивали, как собирать команду, что мы можем им порекомендовать и мы настроились на то, что это будет старт нашей игры, мы поэтапно в нее вкатимся и на ней мы наберем уверенность, наберем форму и хорошо поиграем. Так оно и получилось, игра была для нас легкая. Давай кратко про Fenders расскажи, если знаешь, что это за команда и как игра против них проходила. А Fenders, они играли, мы отследили там небольшое количество статистики, пару у них закономерностей на картах вообще нашли, но тоже план был играть в свою игру, не придумывать велосипедов. И с учетом того, что у нас поменялся стиль игры из-за того, что у нас появился кор-герой новый, мы везде отказались от Jett, потому что у нас Edelweiss больше может играть от способностей и от агрессии на карте. Мы немножко все переделали и опять же на эту игру также стояла задача просто играть в свою игру и опять же найти уверенность. Собственно, игра так и прошла, по-моему, 2-0, если не ошибаюсь. Мы чуть-чуть подзакинули на второй карте на байнде, но опять же ее в нужный момент собрались. Мы, по-моему, взяли паузу, поговорили, что парни, спокойно играем в свою игру и закончили ее. 2-0 там было. Еще до того, как мы свою предыдущую игру выиграли, мы у Team Guest увидели Viper, поняли, что они будут играть, они будут менять геометрию на карте, они будут где-то играть на пачке, то есть они будут устанавливать бомбу, уходить и от способности Viper закидывать яд, стрелы и в таком духе. И также, опять же, Viper у них была достаточно сильная на сплите, что статистика это показывает, что нам не хотелось играть против этого. Сплит мы забанили, выбрали Heaven, Bind и Ascent. На байнде мы начинали с байнда, мы не собрались, мы сыграли, по-моему, 3-13. Очень странная для нас была игра, потому что мы, вроде как, к всему были готовы, было как будто такое ощущение, что они не проснулись. На второй карте, на Ascent, мы, опять же, знали, что полностью делают соперники, что они будут делать, там мы проснулись, раскачались, все было хорошо. А на Heaven мы, третья карта уже была, там была достаточно близкая игра, мы пару раундов дали им возможность реализовать Viper, из-за этого мы проиграли порядка четырех раундов. Атаку мы сыграли, если я не ошибаюсь, 8-4. То есть мы в атаке все уверенно делали, а вот защита, мы знали, что не делать, но они достаточно смогли противостоять этому. И последняя сейчас игра была против Aymatak. Тоже, опять же, проанализировали их предыдущую игру, которая у них была в предыдущем дне. Мы были готовы к ним на сплите за защиту, а в атаке произошел, мы, наверное, называем это так, мы после защиты сыграли 10-2, перешли за атаку и закончили игру 13-11. За атаку мы не ожидали от того, что мы старались делать быстрые раунды, потому что соперники достаточно слабо держали, по нашему мнению, aside. Там была Jet и Oman. То есть по факту это была одна флешка, которая нас могла остановить. Но соперники постоянно выбирали такие позиции, к которым мы не были готовы. И когда счет уже подходил к равному, там 10-10, у нас чуть на пару раундов подскочил пинг. И мы находились в некотором подавленном состоянии, не смогли вернуться на эту карту и уже настраивались на следующую. На асенте мы сыграли атаку 4-8. Для асента это достаточно неплохой счет. То есть мы могли брать больше раундов. За защиту мы набрали до 12-12. И, собственно, на допах закончили эту карту, выиграли. Дальше мы играли на байнде. На байнде, честно говоря, немножко сложилось такое ощущение, что байнд тупо подустали. Из-за вот этих эмоциональных качелей мы первую карту отдали то, что не должны были отдавать. На асенте нам пришлось быть в роли догоняющих. У нас произошел там эмоциональный взрыв, что да, мы смогли вернуться. Все здорово. А на третьей карте как будто ее начали и не смогли где-то дособраться, не смогли. Мы, по-моему, очень плохо сыграли, если я не ошибаюсь, защиту. И вторая сторона у нас была атакой. И не смогли доиграть. Это дало нам сейчас понимание того, что нам нужно поменять свои атаки, сделать более вариативными в том плане, что больше сакцентировать внимание на том, чтобы перемещаться именно в мидгейме по карте. Карты эти все позволяют это делать. А на защите более адекватно понимать, что соперник вообще может делать со своим сетапом. И своевременно, самое главное, этому противостоять. Потому что по факту у нас, как я уже говорил, мы всю статистику по картам собирали. У нас было представление, как команды играют. Но вовремя противостоять этому не всегда получалось. И из-за этого мы отдавали лишние раунды. И из-за этого получались длинные, сложные игры, которые где-то нас и подкосили. Не смогли этот темп удержать. То есть ты хочешь сказать, что больше моральная составляющая повлияла на исход или нет? Ну как, моральная? Можно сказать, что моральная. Но сам факт не отменяет того, что могли где-то лучше пострелять, могли где-то лучше пообщаться. А где-то в какой-то момент сильно переживали за раунды. Начали… Мы о команде «Аиматак» знали первоначально, что они делают быстрые выходы, сломя голову, несутся. Но на «Асэнте» соперники начали… Они поняли, что мы понимаем, что они так делают. И мы где-то угадываем или предугадываем. Они выходят в укрепленные сайты. А на «Байнде» они полностью перестроились. И помимо того, что они под нас адаптировались, поняли, что мы сами себя где-то передумываем. Плюс опять моральные вот эти качели ударили по морали. И все в совокупности дало такой результат, что на второй стороне мы не смогли вернуться в игру. Понятно. Хорошо. А какие теперь планы у команды дальнейшие? Планы… Сейчас мы где-то будем… Сейчас разъедемся, неделю отдохнем. До Нового года активно начинаем адаптировать ту информацию, которую мы получили. Немножко, возможно, мы поменяем стиль игры, набор персонажей на некоторые карты. Откажемся, может быть, где-то от совы. Попробуем так поиграть. И полностью уже будем настраиваться к тому, что в ближайшее время будет анонс турниров, на которых мы хотим участвовать и пройти близко, пройти уже на First Strike. Именно в основную часть. Потому что по факту мы, что в первой квалификации, что, как сейчас показала вторая квалификация, мы проиграли именно участникам мейн-ивента. Понял, понял. Хорошо, тогда остается пожелать удачи и до новых встреч. Спасибо. Всем пока. Пока. Пока.